Друзья, добро пожаловать на геймстезе. Зовите меня Джекман, мы продолжаем проходить первого Ведьмака. Я че решил? Я решил, что сейчас мы пойдем в Изиму и... Так, прежде чем идти в Изиму, надо место силы. Так, пойду в Изиму и попробую дать взятку охраннику, который стоит у входа в лечебницу Святого Лебеды. Я, конечно, хотел найти какой-то более правильный подход. Ну, как попасть в эту лечебницу. У меня никаких идей. А туда надо попасть, чтобы заполучить последний Сефирот. Тихо. Так, я правильно иду, вообще нет? Отсюда еще сложно выйти-то, блин. Ну, кто там еще? Ты, что ли? Ну, давай, я тебя убью. Бей, Геральт. Смотри, Геральт опять автоматически достал не серебряный меч. Почему? Может быть, потому что этот меч сильнее, чем серебряный. Может быть, Геральт достает более мощное оружие против противника. А я его ругаю, что он все время достает неправильный меч. Может быть, он как раз правильно достает. Потому что и серебряным, и железным можно убивать монстров. Но Геральт, скорее всего, достает меч, который больше отнимает жизни, который более эффективен. И в данный момент против, скажем, утопсов более эффективен именно железный меч. Потому что серебряный у меня послабее. Наверное, не знаю. Может быть, все не так. Ага, вот так вот идем. Все. Если кто, ну, не особо обратил внимание в прошлой серии, я выбрал сторону с Каатейлей. То есть, я решил помочь ей Вину. Вот. И поэтому сейчас я думаю, что, возможно, в Изиме на меня ополчатся орден с этого, как его? Как его там? Плаща Розы. Вот. Ну, буду надеяться, что все нормально будет. Потому что я же, в принципе, убил всех там. И некому доносить на меня, что, мол, типа, ведьмак помог с Каатейлей. Правда, вот куда делся Зигфрид. Но он был ранен. У него, типа, там что-то с ногой было. Возможно, он где-то отлеживается. Хрен знает. Так, никаких новых новостей. А? Калькштейн. Хм... Извини, я задумался. Пока. Так, сразу выбираем задание с башней. Ой, не то, нажимаю. Так, тут ничего не... А, секрет Берингара. Берингар жив. Плохие же новости в том, что он схвачен саламандрами. Так, таинственная башня нам нужна. Вот. Я что-то не понял, а почему у меня вся карта закрыта? Почему у меня вся Визима закрыта? Это опять баг какой-то, что ли? Вот, блин, глючная игра какая-то. Не знаю, зачем. Дом детектива Реймонда? Подожди. Мы когда выбрали таинственную башню, у нас всегда... Показывала лечебницу. А, сейчас показываю. Интересно. Ну-ка, пошли. Насчет карты, это баг. Это стопудово баг. То, что карта скрыта. Причем у меня Визимак со всеми патчами и все такое. Не знаю. А, во, все... А, блин, потому что я в доме находился, поэтому карта была закрыта. Вот, вышел на улицу, все нормально. Реймонд, короче, идем к Реймонду. Слушай, это круто. То есть, мы сейчас у Реймонда узнаем, как попасть в лечебницу Святого Лебеды. Внимательно тебя слушаю, белый волк. Это я тебя внимательно слушаю, чувак. Эй, не понял. А где? Где твою мать? Только до встречи синим горит и все. Никаких новых этих. Они, ну, может быть... Так, это все мы уже слушали. Нет, никаких новых диалогов. Ну, ладно. Может быть, какой-то баг. Не знаю. Пойдем в лечебницу. Будем давать взятку. Охраннику. А тут, наверное, охранники меняются, и каждому охраннику придется давать взятку. Городской стражник. На. Заткнись. Так, на. Сколько он просит? Десять? На. Тебе двадцать, что ли, дать? О! Может быть, надо подождать? Он на меня обиделся, понял? Сейчас, пойдем к Реймонду. Подождем пару часов, вернемся. И дадим ему двадцать. Внимательно тебе... Так, давай-ка я у тебя отдохну тут. Пару часиков буквально. Надеюсь, сработает. Нет, в этом нет смысла. Он говорит, не возвращайся, пока... Типа, не предложишь больше, ну... Я так его понял. Так, я ему хочу предложить больше, а он все равно говорит, иди нахер. Проход воспрещу. О, нормально все. Ладно, даем двадцать. Не возвращайся, пока не будет серьезного дела, мошенник. Как хочешь. Тебе полтинник, что ли, дать? Ладно. Не, я, конечно, понимаю, что мы можем попробовать тридцать, сорок... Нет, сразу полтинник я ему предложил. Это общество... Внимательно. Потому что мне кажется, что он меня будет посылать все время. А вот полтинник, это уже выглядит довольно внушительно. Часик подождем. Надеюсь, он у нас не будет брать взятку каждый раз, когда мы будем заходить в лечебницу. Типа, одного раза будет достаточно. И надеюсь, что не каждому охраннику. Конечно, моделька охранника одна и та же, но по логике вещей там охранники должны меняться. Они меняются, просто моделька одна и та же, наверное. Так, полтинник. А, уже тридцать, смотри. Мы пятьдесят тебе дадим. Нет, тогда шестьдесят. Если он просит тридцать, надо ему дать шестьдесят, скорее всего. Потому что... Мне кажется, что... Ну, полтинник. Давай я полтинник ему предложу. Посмотрим. Ладно, проходи. Сработало. А хотел шестьдесят дать? Отлично. Ну, вот мы и в лечебнице. Что-то темно здесь как-то. И факел не могу достать. Так, здесь где-то должна быть Шани. Узник. Узник. А где Шани? Шани. Это проиграть. Узник. Да, блин. Этим тоже, что ли, надо взятку дать? Держись подальше от пленника. Ладно, ухожу. Может быть, надо... Ладно, уже ухожу. Я что думаю? Может быть, надо здесь... Ну, сейчас видишь, очень поздно. И, скорее всего, Шани здесь нет. А, это выход. Это статуя. Вот здесь, вот в этой статуе, должен быть этот... Последний Сефирот, да? А у меня какой там Последний Сефирот-то? Подожди-ка, подожди, подожди. Как я его должен найти? Ну-ка. Задание... Блин, где? У меня не хватает сейчас... Китера, да? Китер. А тут Кольштейн просто предошел самого себя. Из его записок следует, что Последний Сефирот я найду случайно. Ну, например, в жареной курице или там... Предназначение должно собой уomo... Подожди, а про лебиду? Ну-ка, подожди. Так. Мелители. Одна на болотах, а другая в лечебнице лебиды. Не знаю, какой смысл у молитвы. Без веры, но попробовать. Аааа! Подожди! То есть, в одной из этих статуи, наверно, имелось ввиду. А я почему-то подумал, что и в той, и в этой должно быть. последний то я вообще должен вот случайно найти блин ну ладно раз уж мы в лечебнице давай посмотрим а чё здесь подожди-ка тут что-то может подожди а где еще здесь появилась по моему вот 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 булочка держи булочку получена амела что за амела чё за амела но амела ты не сифирот алкоголь здесь ничего такого новенького не вижу блин вот бы классно было если бы новые предметы как-нибудь обозначались бы подсвечивались но которая еще типа не видел не юзал как тут это плохо может какой-то ингредиент ласточки на зелье а вот амела а так это трава какая-то всего лишь сундук все такое а это типа хирургическая что здесь операции делают баклерская белая черный порох культы религии нордлингов трактат о религиях северных королевств написан нильфгардцев забираем среди моглоочисленных верований нордлингов более всего распространен культ милители богини в трех обличьях девочки женщины и старухи милители богиня мать которая заботится о своих детях молится ей не только женщины но и мужчины религия это является пережитком эти риархата и доказывает слабость нордлингов поскольку народы которые поклоняются богиням не могут должным образом подготовить своих сыновей к войне но так как это написано нильфгардцем поэтому здесь именно так и написано что оскорбляются те скажем так люди которые молятся именно богини поэтому не стоит это принимать за чистую монету то есть это это чисто порицательная какая-то книга так сниванием в последствии последние годы культ милители постепенно вытесняется культом вечного огня вот это да здравом так зародившиеся в новиграде адепти вечного огня известны своим фанатизмом и исключительным самопожертвованием религия враждебна ко всем отклонениям включая нелюди орден пылающей розы стал боевым крылом культа в книге описаны также другие верования включая культ львиного паука львиный паук у нас же есть что-то подобное этот какой-то момент с львиным пауком муча то нашли в канализациях вот львин виш ключ с изображением львиного паука может быть стоит туда наведаться ну ладно это потом потом сейчас нам нужна шани на нас надо сейчас идти к шани можно заплатить ему взятку а сколько а вы хотите заплатить 10 орина ну хочу а чё бы нет или или подожди или давай нет подожди мы поговорим с шани мне деньги не жалко просто я не хочу пропустить интересный диалог или квест поэтому я не особо хочу давать взятки всякие потому что ты даешь взятку значит ты пропускаешь какой-то возможно интересный сюжетный поворот или какой-то там квест так что мы сейчас идем к шани ну раз я попал лечебницу значит у нас сейчас появится новый диалог с шани мы сейчас нас опять бабулечка будет встречать если честно должен начинать надоедать о привет золотце поднимайся наверх а я такой золотце дам так иди геральт чё ты чё там застрял так шани она сидит шани до превышать и все что и ветшани я хочу с тобой поговорить извини у меня важные дела поговорим в другой раз может быть слушай они подожди подожди дайка я тебя переночую а потом может быть мы с тобой встретимся в лечебнице и там поговорим по поводу узника так вот так вот сделаем чтобы она точно была уже в лечебнице так ее здесь не значит на в лечебнице хотя может быть она гулять по городу не знаю в поисках каких-нибудь лекарств не ну а почему загорается рэймонд я тут это не понимаю выбирают таинственная башня и у меня загорается рэймонд они храм лебеды так надеюсь меня пропустишь о отлично тут не надо каждый раз платить деньги стражник шани пехотенец ордена а где шани а вот шани шани привет шани я иногда так скучаю по аксенфурту мне нравится университетская жизнь ее атмосфера ты всегда можешь вернуться нет я нужна здесь к сожалению мало у кого такой иммунитет к болезням как у тебя ты права я просто хотел поговорить только быстрее мне нужно работать ну быстрее у нас с тобой не получится у меня тут столько этих строчек аж целых четыре так я видел нескольких стражников я видел нескольких стражников да они некоторое время назад доставили этого беднягу его страшно покалечили кто его покалечил понятия не имею стражники со мной не говорят они больше заинтересованы в том чтобы он скорее выздоровел должно быть он важный заключенный я бы хотел задать этому человеку несколько вопросов думаешь стражник меня пропустят к нему приходи вечером меньше народу вокруг тогда стражники могут стать по разговорчивей особенно с кружкой крепкого пойла в руке я еще вернусь только быстрее мне нужно работать с кружкой крепкого пойла ночью хорошо чем я могу тебе помочь а это чем я могу тебе помочь это геральти по шани типа классная симпатичная я и вроде нравлюсь может быть ей нужна помощь это короче романтический этот идет романтическая линия но давай я могу тебе помочь твои умения тут не помогут если только нам не нужен будет кто-нибудь чтобы прикончить безнадежных больных мы пока не смогли найти лекарства от чумы но скажи ты знал руки не припоминаю жаль прежде чем умереть от чумы в море боли он обнаружил что некоторые травяные экстракты замедляют развитие болезни тебе нужны эти травы да лучше всего подойдет хербазириал известная в народе как ласточкино зелье там есть сожалению она обычно растет труднодоступных болотистых местах то есть у меня что-то не переживай так посмотрим что я смогу сделать принеси его столько сколько сможешь каждое соцветие на счету хотя бы пять побегов да конечно вот твою ласточкино зелье ты заслужил нашу благодарность мою и всех остальных да ничего я предпочел бы услышать лекцию об анатомии чудовищ а то есть я узнаю типа какую-то информацию про чудовище не нужно мне покупать книжки не я хочу быть милым поэтому да ничего типа да ничего совсем наоборот это очень важно для меня если тебе что-нибудь понадобится дай мне знать есть кое-что так где ты остановилась до гера ты же знаешь где она остановилась ё-моё мы раз 500 не уже там были даже бабульку набухали вот этот момент разработчики конечно не предусмотрели есть кое-что это может подождать до вечера приходи ко мне домой лечебница не годится для личных разговоров а где то ну ладно я спрошу просто чтобы синий к стал серебря ты остановилась я снимаю комнату в северо-восточной части вы зимы возле ворот как я ее найду перед домом небольшая площадь со звонянием из кулапа приходи до заката только быстрее мне нужно работать до встречи но по поводу перепихона с шани я конечно дойду до определенного момента но в самый ответственный момент я нахер все прекращено то есть не стану просто интересно диалоги там так это вообще все обыграно будет я рассказал я все я только стрис так все значит надо сюда прийти попозже так и мы все что-то жалуются как они здесь вообще выносят тут кругом все что-то стоят ты пришел чтобы молиться великой матери я не слишком религиозен милитария любит всех своих детей даже тех кто отбился от стада очень мило с ее стороны чем я могу помочь расскажи мне про вашу богиню я ищу кое-что из наткнулся на указан на указание которое не могу понять я ищу кое-что и наткнулся на указание которого не могу понять хорошо что ты пришел сюда богини бесконечно мудра указание говорит о троичной богине вот прочти сама три лица да это похоже на милители смотри на статую с тремя лицами богини а жертва милители принимает жертву только плоды природы фрукты растения цветы она не любит когда во имени и кого-то убивают а я тогда милители в болотах кого отдал свинину же и при этом милители меня вознаградила сефиротами здесь то я отдал булочку булочка это дар природы но если булочка не с мясной начинкой чё ты что-то звуки то тебя чё а типа в очень сильно устали помогать с печенью в зубах понятно так ладно я ничего не могу возложить вот я мог только возложить сюда этот булочку и все вот растение не могу смотри а говорит что типа любит цветы милители так это выход ладно шаня а можно я здесь посплю только быстрее да я здесь прям могу поспать рассказала до ночи короче ждем ночи они более сговорчивы особенно с кружкой бухла а у меня бухло как бы есть а все еще зля не все ушли разбежались ну чё мужики давайте побазарим держись подальше от пленника тоже самое но может быть надо ему дать денег а он уже сам купит бухло или подожди уже ухожу я с этим поговорю да нет я не с тобой хочу поговорить а нет он сама переключается на этого то на 10 торинов мне не жалко блин держи я жизнь подальше от пленника я просто хотел задать пару вопросов тихо он пытается что-то сказать калькштейн он зачем ты пришел сюда пленник потерял сознание убирайся я что-то слышу какой-то шум в коридоре проклятые головорезы их послал могила могила калькштейн могила что такое а добей гера да не я не поверю что что-то что-то сейчас охрану все убьют на фиг вот подарок дорогак получай на на Да, Геральт, бей давай Куда мы еще Да, Геральт, магия, магия Твою мать, магия, говорю Добивай Ай, блин, не оглушил На еще Раз, хоп, и все Долго, Геральт, долго Надо быстрее Где Ну вот, все Стражник умер Блин, я же ему 10 отдал Почему его 4? Куда делись остальные? Так, ладно, с узником мы попозже поговорим А сейчас пока попробуем полутать Узник жив, кажется Там все нормально А может они его уже убили Могила, короче Короче, могила и Калькштейн Но я не поверю Может быть он что-то просто не успел договорить Не знаю, за счет могилы Почему он послал головорезов Убить узника Но вот насчет Калькштейна Я ни за что не поверю Что Калькштейн работает с Азаром Еведом И все же, да? Я же все полутал Так, ладно Все, пошли отсюда Так, важный свидетель Заключенный был в очень плохом состоянии И смог лишь прошептать имя Ну какой прошептать? Он проорал Имя Калькштейна Мы не смогли продолжить разговор Потому что в лечебницу Ворвались головорезы Могилы И все же имя Калькштейн Это нить Интересно, что скажет об этом Реймонд? Я уже многое расследовал Я начал разрабатывать Винсента И допросил свидетеля в лечебнице Появились новые следы Ведущие к могиле и Калькштейну Пора вернуться к Реймонду И сопоставить нашу информацию В общем, и здесь, и здесь надо идти к Реймонду Хорошо Ну давай так Или сначала сходить к Шани Не, ладно, пойдем к Реймонду Шани подождет Здесь хочется Внимательно тебя слушаю, Белый Волк Я добрался до пленника Он что-нибудь сказал? У меня было мало времени На нас напали люди могилы Ты уверен? Странно Могила должен быть заинтересован В том, чтобы устранить Саламандр Разве что я о чем-то не знаю Евет мог его запугать или купить Мы должны это проверить А возвращаясь к пленнику Удалось что-нибудь из него вытянуть? Хм Пленник успел сказать одно слово Калькштейн Калькштейн Да, в этом что-то есть Калькштейн талантливый алхимик Он мог принимать участие в экспериментах Я встречал его Он не похож на преступника Знаю, но надо проверить все зацепки За работу Я наведу справки в городе А ты пока последи за Калькштейном Завоюй его доверие Узнай все о его планах и секретах Ну, чем займемся дальше? Расследование это как рыбалка Необходимо терпение Я больше люблю охоту Тогда завоюй доверие к Калькштейна Выполни для него пару заданий Узнай что-то, что его интересует Может быть, он тебя наймет И еще поговори с могилой Только не дави Характер у него отвратительный Так, поговорить с могилой и с Калькштейном Хорошо Да, элементарно Ну нет, ну Калькштейн, я не поверю Могила хрен знает Внимать Ну, чем займемся дальше? Расследование это как рыбалка Необходимо терпение Я больше люблю Тогда завоюй доверие Еще Что-то он как-то повторяется Ладно Хорошо Ну, давай я у тебя до утра подожду Что-то неохота просто ночью ползать Темно Так, а мы пойдем сначала К Калькштейну или к могиле? Давай пойдем сначала к Калькштейну Золотан, есть у тебя что-нибудь новенькое? Ну-ка, скажи Золотан Говори, что у тебя на уме? А, смотри Я выиграл уже несколько партий Поздравляю с потерей невинности Теперь ты можешь играть в настоящую игру Где мне найти этих знаменитых визимских игроков? Там же, где и прочие незаконные развлечения В окрестностях Кудлатова-Мишки А это интересно Не удивляйся, если кто-то откажется с тобой играть Важные персоны играют только с профессионалами А как можно стать профессионалом? Выиграй четыре профессиональных игры И тебя с радостью примут за каждым столом Мне надо выиграть у четырех профессионалов Пустики Ну, у двоих я выиграл Это этот, как его? Езон и Тайлер Осталось еще двоих найти, но не знаю Первый раз вижу Кольштейна стоящим здесь Он обычно то спит, то в лабораторию себе Извини, я задумался Вообще ничего, понял А слушай, а ты купишь у меня головы баргистов? Он купит у меня головы баргистов, отлично 50 заработали Вот я и избавился от этих голов Почему я раньше-то не догадывался ему продать эти головы гребаные? А у тебя продается собачье сало? Нет Минералов? Нет Призраки, привидения и проклятые души Орнитозавры Описание Виверны, Василиска и Кокатрикса Нет, мне надо вот этих вот Кокатциди или как они там Основы алхимии Это я уже читал, это я уже читал Ну ладно, все только Эту формулу надо обдумать Что-то, короче, у нас с Калекштейном вообще не о чем побазарить Я не знаю, теперь что делать Пойдем в наших могиле Пустая трата слов Я в такие игры не играю Хочу бабу Блядь, мне нужно выпить Деньги есть Можешь ли я не вы... Надеюсь, он здесь Нету могилы Ну и подождем, значит Ну-ка, подожди А че? А зачем? Так, это тоже сюда Да сюда, говорю Что еще можно выложить Да и это тоже можно выложить Зачем мне это? И это тоже можно выложить Это я все продам Да, это я все продам антиквару Ну и все Место стало особое Очевидно, надо подождать до вечера Тогда он там появится А может до утра Ну, в смысле до дня До обеда Да Хотел, блин, до ночи ждать Что тебе нужно, волк? О, появился идеал Ты когда-нибудь видел знак саламандры? Я много чего видел Следующий вопрос Так, советую рассказать мне все, что тебе известно Советую рассказать мне все, что тебе известно У меня есть одно правило Которого я всегда придерживаюсь Прежде чем перерезать чью-то глотку Я даю жертве один совет Не надо мне угрожать Я знаю, что говорю Это не пустая угроза Я должен поддерживать свою репутацию Я еще вернусь Мне нужно поговорить с тобой о саламандрах Мне нужно поговорить с тобой о саламандрах Твои люди напали на меня в лечебнице С ума что ли сошел? Я послал туда своих людей Чтобы они вернули сюда одного из наших Знаешь Как бы это странно не звучало Я ему верю Серьезно, я ему верю Мне кажется, он не сработался бы с Азаром, Еведом Типа Азар, Евед, авторитет Он типа авторитет Не знаю Мне кажется, могила бы скорее сдох Чем он бы подчинился Азару, Еведу Например И стал бы с ним что-то работать Хорошо Я тебе верю Доказательств у меня нет Пока я оставлю тебя в покое Спасибо большое Но позволь мне не падать перед тобой на колени Если найдешь этого Еведа Я буду рад об этом узнать Это же касается и его подчиненных Если найдешь кого-то из его лизоблюдов Я хочу с ними потолковать Я говорю, нет Могила вряд Нет Нужно Так Что тебе нужно? До встречи Секрет воззимы Кальксен мне уже доверяет Пора поговорить с Реймондом И решить, как мы И воспользуемся его доверием А, то есть Что надо идти к Реймонду опять? Да блин Да ну С настоящим грабежом Слушай, а может быть партийку, а? Дерешься как баба Ну раз уж пришли, что бы нет Тем более здесь хорошие бабки Как дела, Геральд? Играем У нас только лишь А, у нас две пары У него тоже И у него У него У него У него больше А нет У нас А нет У него больше Но ничего Мне надо сделать Просто сейчас Сет Фулл хаус Не сделал Фулл хаус Ладно, хорошо Я прыгал этот раунд 200 Так Так, у нас Че? У нас Че? У нас Пока Сэп У него две пары У меня пока Лучшая ситуация Давай еще Четверочку Да блин Ну че ты? Он сейчас сделает Тоже Да Ну я выиграл Хорошо А, ну да А нет Да А почему? Почему у нас Одинаково было Нет? У него четверки были У меня четверки были У меня всего лишь пара Оооо У него каре Конечно он победил Блин Но если сильно Сильно постараюсь Могу выбить Две четверки Если я сделаю Две четверки Естественно Я выиграю Но я не сделал Две четверки 440 Конечно Аааа Твою мать Так Две Где там у нас Ф8 А где быстрая загрузка Ф9 Быстрая загрузка Не Я загружусь Потому что Ну и вам нафиг Я не хочу Столько денег терять Я просто не пойду Играть Все Все Пошли сюда Так У меня денег Нормально Так Идем к Реймонду Решаем Что делать дальше Да не Я не верю Что Калькштейн Нет Нет Ну блин Ну Калькштейн Вообще не похож на злодея Ну Очень крутые злодеи Как раз они так и выглядят Ну то есть Они выглядят так Как будто они вообще Не злодеи Может быть вообще Калькштейн Предводитель Всего этого хозяйства Интересно И Азар И Евет Вообще подчиняется Калькштейну А Калькштейн Играет со мной Какую-нибудь Злую Шутку Ну то есть Он маной Манипулирует Он знает что Ведьмак крутой Способный И И что Он этим ножичком Хочет защитить Ой я опять серебряный достал Тихо Геральт Да Геральт Да надо же меч Сейчас умру Геральт Будешь бить Он взял И завис Я нажимаю Ударить Он не бьет Не понял А почему Не было Сохранение Когда зашел В дом Обычно же Когда заходишь В дом Сохранение Автосохранение В смысле Срабатывает Сейчас опять Столько бежать Гав 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 Собачий Давай Почему он достал Серебряный меч Когда вокруг Люди Я вообще Не понимаю Сейчас как Зайду Сразу буду Нажимать На Этот На стальной Меч Я тебя Убью Бо Бей Бей Негодяи Поймали Вот Возьми Возьми Он ползет Так Эти мне Значки Уже не нужны Он сказал Что уйдет По ложному Слоду Следую Куда-то Пойдет Сам Взял Взял Вернулся Сел На место Странно Добро пожаловать Ты не поверишь Что случилось Да Не так быстро Мне пришлось Потратиться Сколько я тебе должен 200 аренов Расходы Как-то Сильно Выросли Я не Пророк Лебеда Я не могу Питаться Корнями Ягодами И ключевой Водой Как и Мои Информаторы Уверяю Это Необходимые Расходы За 200 Оренов Я мог Получить Столько Стоит Профессиональное Расследование Неубедительно Что Бывай Не понял А что Геральт Отказался Ему платить Что ли А что Это у меня Волчок Та там Трясется Ну тут Есть как бы Я Вебкой Закрываю Там Есть Голова Волка Ну то есть Медальон Волка И когда Монстр Или еще Что-то Приближается Геральту То он Начинает Меня Прислал Милоздарь Марлоу В чем Дело Он Сказал Что у Него Появилась Новая Информация Он Хочет Чтобы Ты Отправился К нему Домой Как Можно Скорее Спасибо За Информацию Так Это Глупо Я Только Что Из Его Дома Здесь Сейчас Вот Волк У меня Не трясется Но Когда Я Захожу В дом Наверное Из-за Трупов Саламандра Но опять Саламандра Это Не Монстры Во Начинает Трестись И Саламандра Здесь Нет Откуда Здесь Ковры И Это Хрень Да Элементарно Старый Старый Стеллаж Здесь Все Поменялось Смотри Здесь Ковры Появились Раньше Значок Не трясся Но Если бы он Трясся Я бы Обратил Внимание А Сейчас Вот Медаль Трясется Как будто Здесь Монстр Что Расходы Как-то Сильно Выросли И Смотри Опять Посинело Расходы Как-то Сильно Выросли Я Не Пророк Лебеда А Вот Тебе За 200 Оренов Я Мог Получить Вот Тебе 200 Оренов Перейдем К Делу После Нападения Они Перевели Пленника В другое Место Плохо Особенно Учитывая Что больше Мы от него Ничего Не добьемся Вчера Ночью Он Умер Как это Случилось Ну он Был Не в лучшей Форме Так что Ничего Удивительного Но мне Кажется Что Кто-то Помог ему Отправиться На тот Свет Точно Шани Твоя Добрая Подружка Так Ведь Пусть Сделает Вскрытие Тогда Мы Узнаем Причину Смерти Ты За мной Шпионишь Это Моя Работа Бывай Окей Договориться Шани Забрать Ну понял Ладно Мы заберем Это тело Но сейчас Мы Подожди Он нам Что-то Какую-то Записку Было Дал Ну то есть Список Какой-то Так Анатомия Это Понятно Секреты Вызимы Рэймонд Моин Так Рэймонда Моин Рэймонда Моин Находки Не заинтересовали И неудивительно Ведь Появилась Новая Улика Чтобы Расследование Продвинулось Вперед Я должен Провести Вскрытие Тело Сейчас У могильщика А со Вскрытием Мне поможет Шани Анатомия Никогда Раньше Я не Проводил Вскрытие Ну что же Все Когда-нибудь Бывает В первый Раз Я должен Договориться С Шани И забрать Тело У могильщика Почему Вот эти Квесты Они повторяются Вот Не понимаю Ммм Не подожди Он же мне Говорил Надо поговорить С подозреваемой Там Игра в кости Я уже Выучился С новым Покера После разговора С Золтаном Я хочу Поиграть Так я уж Поиграл С профессионалами Надо еще Двоих Профессионалов Победить Моя старая Знакомая Я добыл Ласточкино зелье Для Шани Теперь Я у нее Точно На хорошем Счету Надо будет Почаще С ней Общаться Может быть У нее Будут Ко мне Еще Какие Нибудь Просьбы А пока Можно считать Что она Передо мной В долгу Подозреваемый Я получил Доказательство Невиновности Лео Вардена Надо рассказать Ему об этом Хорошо Расскажем За недостатком Улик Буду пока Считать Могилу Невиновным Если он Виновен Доказательства Этого Всплывут Достаточно Скоро Вот Лео Вардену Надо сказать Что он Невиноват Я прям Сейчас Этим Займусь А то Лео Варден Наверное Плохо Спит Плохо Ест Страдает Надо Скорее Успокоить Хороший Мужик Этот Лео Варден Красота Я Наверное Вас уже Всех Достал Вот так Вот ходить В этом Месте Но Блин Мне нравится Каждый раз Когда я Прихожу На Дамбу Я всегда Вот так Хожу Я понимаю Но Блин Немножко Хочется Просто Отдохнуть От этих Всех Проблем И тому Подобное Красивый Вид А где Лео Варден А Он там Лео Варден Я тебя Так Неплохо Пародирую Да Я закончил Расследование Ладно Говори Поскольку Доказательства Говорят о том Что ты не работаешь На Саламандр Скажи Кто ты Скромный Благодарный Купец И позволь Мне в знак Благодарности Сделать тебе Подарок Прекрати Блефовать Деклан Видишь Этот символ Он обозначает Мою принадлежность К тайному Обществу Мы тоже Хотим найти И уничтожить Саламандр Узнали Что-нибудь полезное О да Саламандры Играют По-крупному Это политическое Дело Я тебе Вот что скажу Соседней Редании Ведется Своя игра Куда Более Масштабная Об этом Знает Только Несколько Человек Король Фольтест Совет Чародей И я Постоянно Следим За северными Границами И какое Отношение Это имеет К Саламандрам Азар-Евет Послал Свои войска На север Мои люди Их видели Он тоже Знает о том Что может Произойти И готовиться Зачем у него На шее Висит колокольчик Вообще Вот у таких Вот НПС Которые Вот так Одеты Типа Купцы И путешественники Висят На шеях Колокольчики Это же реально Бесит Наверное Цел день Ходить И делень 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 Делать Не только Тебя Это будет бесить Это будет бесить Всех окружающих Вот смотри Видишь Тоже колокольчик Вон висит Что это значит Типа Они такие ходят И типа Я не знаю Там Типа Смотрите Я богат У меня Типа Дорогая одежда Типа Я Крутой Не понимаю Зачем у них Колокольчик Так В общем Смотри Нам дали Пиццаторинов Если что Вот Что конечно Очень хорошо Вот бы Каждый Кого бы я Оправдывал Давал мне 500 уринов Так Последний Сифирот Когда я Уже получу Наверное После вскрытия Ну ка Подожди Еще раз Сюда Таинственная Башня Бац Все равно Показывает Реймонд А с Реймондом Почему то Про Сифирот Поговорить нельзя Нет там Такого диалога Ладно Идем к Шани Сейчас Шани Не здесь Сейчас Шани Вот здесь Ну потому что Шани Днем Находится В лечебнице Геральт Нам нужно Поговорить В чем дело В лечебнице Был кавардак Несколько людей Умерли Это твоих рук Дело Геральт Изволь Объясниться Я хотел Допросить Заключенного Несколько Громил Попытались Нас Прервать И Увы Это их тела Потом обнаружила Стража Мне это не нравится Но я тебе расскажу То что случайно Услышала Заключенного Собираются переводить В безопасное место Надеюсь Это поможет Он же мертв Спасибо тебе, Шаня За помощь И понимание Всегда к услугам Нужно сделать вскрытие Нужно сделать вскрытие Что? Это же противозаконно Это необходимо Когда мы сможем поговорить? Приходи ко мне вечером Ладно До встречи А куда? Домой? Подожди Я хочу поспать до вечера Только бы Так У меня есть серебряный талант Куда его вкачать? Сила Выносливость Не, ну я вкачаю Сразу Сразу вкачаю В силу Потом Ловкость Так Ладно Выносливость Поглощение Мне-то не интересно Интеллект Нет Так Давай арт прокачаем Что ли? Или нет Игни Не, давай арт Арт прям вот так вот Вот так вот Прям Человек Ученик Все Квен Это же типа защита, да? Не, нахер арт Я лучше Подожди Че еще Прокачал-то А, ничего Где квен? Вот, квен буду качать Атакующий Противник Теряет 5% Своего здоровья Это не интересно Иммунитет к агоню Не интересно Щит Поглощающий Повреждения Время действия Вот это вот интересно Атакующий Противник Теряет 10% Иммунитет к кислоте Время действия Знака Вот так Нет, подожди Арт теперь Вот А здесь что? О Все И вот так вот Такие стоны здесь бывают Конечно, да Как будто это не лечебница А какой-то, ну Ладно Так Мать твою Че-то странно Нет саламандр Обычно Ночью на меня Нападают Всякие саламандры От прям никого Так Бабулечки достал Привет Батюшки Мне нравится Мне нравится Да У меня есть проблема У меня есть проблема Да Я хочу, чтобы ты помогла мне со вскрытием Вскрытие? Когда это ты стал заниматься вскрытиями? С тех пор, как занялся саламандрами Мне надо узнать, как он умер Ладно Только помни, я не коронер Тебе придется интерпретировать все, что мы найдем Чем лучше подготовишься, тем больше узнаешь Встретимся вечером А ты пока осмотрите, собери информацию Да, я посмотрю, что к чему Тебе нужно будет забрать тело у могильщика Удачи тебе в поисках улик Встретимся в лечебнице вечером Хм Есть мысли Как раздобыть информацию, которая нам пригодится при вскрытии Спроси Винсента Мейса Может он расскажет тебе, что интересное Но лучше всего, конечно, книги Найди книги по анатомии и патологоанатомии До встречи Понял Но этим всем мы будем уже заниматься в следующей серии Ну а сейчас, друзья, надеюсь, вам понравилось Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь Комментируйте, нажимайте на колокольчик А с вами был Джекман Желаю всем всего самого наилучшего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok